По итогам смотра конкурса на самое благоустроенное муниципальное образование 2012 года среди городских поселений Амурску присуждено второе место. Первое место заняла Советская Гавань, опередившая наш город всего на 20 баллов. Как отметил в беседе с нашим корреспондентом Борис Петрович Редькин, Амурск постоянно участвует в этом и подобных конкурсах и при этом всегда добивается хороших результатов. Городу присуждались и первые места, и вторые, и третьи. То есть поселение всегда было в числе призеров, но по прошлым годам премиальный фонд был относительно небольшим, и призеры получали на благоустройство от 70 до 100 тысяч рублей. А вот в этом году по распоряжению губернатора края призовой фонд значительно увеличен. Премиальные суммы, которые были губернатором выделены, они, конечно, уже более-менее приличны. Фонд, который был в этом году, 5 миллионов рублей, он так распределился. По нашей группе за первое место было 800 тысяч рублей, за второе место мы получили 630 тысяч рублей. Это уже, конечно, та сумма, которая необходима что-то сегодня еще благоустроить, направить на цели, которые необходимы. Следует отметить, что по условиям смотра конкурса рассматриваются целый ряд направлений, связанных с благоустройством поселения. Это и содержание ремонт дворовых территорий, детских площадок, магистральных и внутриквартальных дорог и многое другое. И надо сказать, что Краевая комиссия отметила, что в Амурске по этим направлениям проделана значительная работа. Например, в шестой год действует целевая программа по капитальному ремонту дорог. Закончилась эта программа, целевая программа. Мы на ее затратили где-то в пределах, было затратено 72 миллиона рублей. 72 миллиона рублей. Поэтому есть, называемый транспортный налог, он идет, 50% остается в городе. То есть вот эта сумма, 10 миллионов рублей, ну, там, грубо говоря, 10,5, 9, 10. Я практически полностью оставляю именно на дороге общей пользы, на капитальный ремонт. Оттуда, оттуда мы не берем ни копейки. И вот, наверное, в этом году найти средства сделано у нас проспект Мира. Вы обратили внимание, от кольца до стоматологии. Это сделано на муниципальные деньги. Наши деньги, мы их называем. Дальше, тротуар, который у нас идет по проспекту Победы. Это, значит, деньги тоже, финансы тоже, вот спальные, значит, мы это вложили туда, сумму. Ну, и мы вместе с полиметалом, мы софинансировали еще. И у нас есть детская поликлиника, вот это зона отдыха. Мы тогда тоже вложили одно количество сумм, мы вложили это по дорогам. Кроме этого, мы сами знаете, в этом году большой объем уделялось 14 миллионов рублей на дворовые территории. Но просто так деньги вообще-то не дают в этом направлении. Поэтому мы туда вложили своих денег, софинансирование, 30,5 миллиона. Как заверил Борис Петрович Редкин, те средства, которые будут заложены на благоустройство в местном бюджете на 2013 и последующие годы, планируется использовать строго по назначению. Как и те средства, поступления которых ожидается в год 55-летия Амурска.